Приветствую вас и вот какая ситуация. Во-первых, если вам удобнее общаться в интернете на начальных этапах, на начальных стадиях знакомства, то, конечно, лучше делать это именно там. Потому что именно как первичное узнавание человека интернет, наверное, подходит в большей степени. Но рано или поздно вам обязательно нужно будет встретиться со своей второй половинкой. И вот тогда уже, как бы, общение, естественно, перетекает в реальную форму. И здесь, в зависимости от того, комфортно вам или нет, нужно решать проблемы. То есть, если вам некомфортно общаться, вы не уверены в себе, то с причинами этой неуверенности нужно работать, разбираться, их устранять. И тогда у вас все будет хорошо. Другое дело, что поиск второй половинки целенаправленности, то есть, общение ради отношений, собственно, деятельность, направленную на построение отношений. Вот эта вот сама по себе организация, она, ну, не очень хороша тем, что направленность ее слишком узкая. Потому что ведь как? Так, люди узнают друг друга через проявления в тех или иных сферах. Допустим, в том интернете вы зашли на какой-нибудь паблик, увидели, как человек излагает свои мысли, вам эти мысли понравились, и вы решили с этим человеком пообщаться поближе. Таким образом, получается, что основой для знакомства является вот какая-то тема вам близкая. И вы на основе этой темы, на основе непринужденного диалога развиваете дальнейшие отношения. А если вы общаетесь с человеком только на предмет отношений, например, приближения, и обсуждаете с ним только данную сферу, то проблемы при построении отношений у вас, к сожалению, будут везде, и на бутонете, и на улице. В первую очередь, нужно определить ваши интересы, реализовывать их, активно поддерживать. Во вторую, определить интересы в виде хобби, занятий и так далее, чтобы люди, окружающие, видели ваши проявления. Опять-таки, это может быть как в интернете, так и на улице, где вам удобно. Главное, не выбирать какой-то вид общения, вид взаимодействия и деятельности, не по волевому признаку. То есть, вы решаете самостоятельно, путем непринужденного, независимого выбора, где вам лучше себя проявлять, и там себя проявлять. При этом, осознавая, что вы можете сделать это где угодно, у вас нет никаких проблем. Повышая свой кругозор, параллельно с этим, вы увеличиваете количество тем для разговоров. Этим знамом повышает вероятность того, что девушка, потенциально ваша вторая половинка, проникнется к вам интересом и будет с вами общаться с большей интенсивностью, более активно, что и приведет в итоге к сближению вас до начала личных отношений. Поэтому, как видите, интернет общения всегда есть определенные ограничения. То есть, интернет общения не имеет смысла без подразумевающихся реальных встреч. А реальные встречи, они иногда могут помещать узнать человека с правильной стороны, потому что в реальных встречах большую роль играют ситуативные впечатления, первые впечатления. И это не всегда является истинным в плане понимания человека. Для избежания таких казусов, вам необходимо выбрать для себя тот вариант, где вы раскрываетесь лучше всего и там активно действовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Благодарю. Спасибо. 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 Спасибо.